Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина и коротко о главном. Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина. Гордились нами. Образовательный старт. На градообразующем предприятии в 25-й раз проходит заводская олимпиада школьников. Каждый раз что-то новое придумываем для наших юных участников. В этот раз у нас появилась новая компетенция – это инженерное мышление Каракури. Новогодняя сказка. В Заречном выбрали лучшую Снегурочку. В традиционном городском шоу-конкурсе «Внучек Деда Мороза» впервые учредили специальную номинацию «Мама Снегурочка». Снегурочкой быть трепетно, волшебно, волнующе. Это лишь некоторые темы выпуска, а все подробности далее. 3 декабря в Заречном, как и по всей стране, отметили День неизвестного солдата. Памятная дата учреждена указом президента Российской Федерации в 2014 году по инициативе участников поисковых организаций и отрядов, которые находят останки погибших воинов и стараются установить их имена. Дата 3 декабря не случайна. Именно в этот день, в 1966 году, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома войск фашистской Германии на подступах к Москве, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. В день открытия мемориала на бронетранспортере был доставлен огонь, зажженный на Марсовом поле в Ленинграде, где в 1957 году взметнулся первый в стране факел вечного огня в память о жертвах всех войн и революций, выпавших на долю города на Неве. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – эти слова высечены на могиле неизвестного солдата в Москве. Они считаются неофициальным символом даты, посвященной памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира и остался безымянным. Никто не забыт – колокол звонит в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны, о тех, чьих имен не сохранили хроники и архивы. В день неизвестного солдата зареченцы собрались в парке памяти. Среди участников акции немало школьников. В их семьях бережно хранят память о родных, в 40-е годы прошлого века защищавших свою страну. Мы ходим с бессмертным полком. У нас в архиве семейном есть много информации о них. Память дает нам многое. Память помогает нам понять, как это важно, как страшно то, от чего нужно защищать свою страну. Неизвестные солдаты чаще всего покоятся в братских могилах или вовсе остались без погребения. Но забывать об их подвиге нельзя, ведь они отдали свои жизни за Отечество, за своих близких и родных, за мир для потомков. Пока каждый из нас хоть на минутку, хоть на мгновение задумается о том великом героизме, мужестве, которое проявляет защитник Отечества, защитник Родины, малой Родины, это достойный пример для нашей жизни. Мы помним, мы гордимся, и мы будем делать все для того, чтобы все неизвестные солдаты, чье имя защитник Родины, гордились нами. В наше время есть люди, которые стараются восстановить историческую справедливость и воздать почести неизвестным солдатам. По всей стране добровольцы из поисковых отрядов проводят раскопки в местах сражений, находят останки бойцов и офицеров Красной Армии. Такая организация есть и в Пензенской области. Участники отряда «Поиск-вездеход» ежегодно выезжают на вахту памяти в Республику Беларусь, где погибло немало наших земляков. Когда нам везет, мы их находим. Есть такое ощущение, что это не мы их нашли, а они именно нас нашли. Дали себя найти. Нет, наверное, более сильного чувства у поисковиков, когда они находят бойца, когда получается установить его имя. А уж если находят его родственников, это просто эмоции, которые передать очень тяжело. В составе экспедиции в Беларусь ездят и школьники. Дети в буквальном смысле прикасаются к истории и вносят свой вклад в то, чтобы безымянных захоронений было как можно меньше. Подвиг тех, чьи имена пока неизвестны, собравшиеся в парке памяти почтили минутой молчания. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, Телерадио, компания «Заречный». 5 декабря в России отмечается один из самых молодых праздников – День добровольца – волонтера. Дата установлена в 2017 году и приурочена к Международному дню добровольцев во имя экономического и социального развития, который также празднуется 5 декабря. Волонтерское движение в России стало масштабным. Пандемия коронавируса послужила импульсом для его развития. Сотням тысяч россиян потребовалось помощи, сотни тысяч откликнулись. По состоянию на 4 декабря на федеральном интернет-ресурсе «Добровольцы России» зарегистрировано 2 млн 941 419 участников и 33 553 волонтерских организаций. Не остается в стороне от добровольческого движения и наш маленький «Заречный». Сфера деятельности волонтеров города обширна. Здесь и помощь пожилым людям, и благотворительные акции в помощь нуждающимся в дорогостоящем лечении, и забота о бездомных животных, и многое другое. Активно развивается добровольческое движение на градообразующем предприятии. О деятельности волонтеров производственного объединения «Старт» расскажет заводчанка, активная участница волонтерского движения Наталья Латышева. Встреча в студии сразу после рекламы, ну а пока к другим темам. Теперь о происшествиях. В Заречном сгорел гараж. Сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива номер один поступило 2 декабря в 12 часов 27 минут. На место происшествия отправились более 20 сотрудников МЧС на пяти спецавтомобилях. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что открытым огнем горит первый этаж гаража. Из-под кровли идет дым. Пламя могло распространиться и на соседние постройки. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Его площадь составила 16 квадратных метров. Огнем повреждена кровля, закопчены стены, потолок и предметы в гараже. Спасенных, травмированных и погибших на пожаре нет. Причина возгорания устанавливается. Более полусотни школьников всю эту неделю будут ходить на завод. На городообразующем предприятии Заречного открылась юбилейная многопрофильная олимпиада. Уже в 25-й раз производственное объединение «Старт» проводит состязания, в которых ребята демонстрируют не только знания школьных предметов, но и практические навыки работы на станках, черчения, а также умение излагать свои мысли и доказывать собственную точку зрения. Второй год олимпиада проводится в новом формате по методике WorldSkills. Состязания пройдут по пяти компетенциям, одна из которых «Инженерное мышление Каракури» включена в программу впервые. С открытия заводской олимпиады наш следующий материал. Соревнования, которые помогут в выборе будущей профессии. 57 зареченских школьников принимают участие в 25-й ежегодной олимпиаде на производственном объединении «Старт». Торжественное открытие и состязание будущих инженеров и станочников состоялось в маркетинго-выставочном комплексе градообразующего предприятия. Сделать вызов для себя, сделать вызов для родителей, а родители больше всего переживают, это дорогого стоит. Предприятия, знаете, как бурны развивающиеся у нас, это приборы строительного предприятия, а приборы строительного предприятия всегда нужны люди, которые мыслят нестандартно, которые умеют решать сложные задачи. Надеемся, что вы – надежное будущее нашего предприятия. Заводская олимпиада для старших школьников и студентов проводится в нескольких компетенциях. Инженерный дизайн, прикладное программирование, фрезерные и токарные работы на универсальных станках. В этом году добавилось новое направление для учащихся шестых-седьмых классов – инженерное мышление «Каракури». Мы не можем стоять на месте, поэтому каждый раз что-то новое придумываем для наших юных участников. В этот раз у нас появилась новая компетенция – это инженерное мышление «Каракури». В ней будут участвовать самые юные наши конкурсанты – это школьники шестых-седьмых классов. Это командная компетенция и, скажем так, это тоже одно из испытаний, потому что, когда борешься сам за себя, это одно. Когда тебе нужно сработаться с кем-то, это тоже нужно уметь. В каждой конкурсной номинации экспертами были проведены мастер-классы для подготовки детей к Олимпиаде. Школьники, которым предстоит работать на фрезерных и токарных станках, прошли специальное обучение в Центре образования и профессиональной ориентации. В каждую компетенцию Олимпиады включены разноплановые модули, которые помогут ребятам не только показать свои умения, но и приобрести новые знания. А значит, школьники получат возможность попробовать себя в интересных профессиях. Конечно, вы наши будущие кадры. Мы очень ждем у вас, у нас, после того, как вы закончите учиться, как научитесь, получите какой-то опыт, участь, участь в техникуме, в институте. Мы всегда рады вас видеть и ждем вас всегда. Заводская Олимпиада для школьников и студентов в ЗТИ продлится пять дней. В каждой компетенции эксперты производственного объединения «Старт» будут выставлять участникам оценки. Победители и призеры состязаний определятся по сумме набранных баллов во всех этапах Олимпиады. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Школьная лига КВН вернулась в «Заречный». После двухлетнего коронавирусного перерыва команды общеобразовательных учреждений вновь сразились за звание самых веселых и находчивых. В состязание вступили пять сборных. На сцене Дворца творчества весь вечер звучали шутки о том, что так знакомо и близко подросткам. О друзьях, родителях и, конечно, о школе. Это Марк, он самый лучший ученик в школе, но если закроет гугл, он станет худшим. На сцене Дворца творчества детей и молодежи – агенты 2-2-2. Команда 222-й школы – одна из пяти сборных, вышедших в финал школьной лиги КВН. Для ребят это одно из первых выступлений на подобных состязаниях, но агенты 2-2-2 уже хорошо знают. КВН – это невероятно тяжелый труд, тщательная подготовка и ответственная работа. Какими должны быть шутки, чтобы их оценили в суде? Веселыми. Ну если… да, веселыми смешными. А струбами. Ее надо еще хорошо отыграть, чтобы ее судьи поняли. Еще желательно содержательность шутки, чтобы она имела внутри себя, ну, во-первых, само содержание хорошее, и, ну, оно, чтобы было подольше. Ну, как бы, такие шутки больше нравятся обществу. Прежде соревнования школьной лиги КВН включали три конкурса – приветствие, разминка и музыкальный номер. В этот раз традицию изменили. В программе остались только приветствие и разминка. Качество выступлений оценивала жюри конкурса. Так как я работаю в театре, конечно, я буду обращать внимание на актерскую игру, на актерское мастерство, как ребята четко и грамотно говорят, как они подают свою речь. Ну и, разумеется, это все-таки КВН, это шутки, это веселье. И, конечно же, буду стараться оценивать их чувство юмора со своей точки зрения. Покорить судей своими шутками про школьную жизнь и получить звание чемпиона школьной лиги КВН пытались пять команд. Агенты 222, сборная гимназии, представлявшая гимназию 216 дидакт, сборная Центра образования и профессиональной ориентации, команда лицеистов потомки Пушкина и сборная 220-й школы – 220 вольт. Самыми веселыми и находчивыми были признаны гимназисты. Им вручили заветный кубок КВН. В номинации «Лучший актер» победителем стал участник команды сборной ЦО и ПО Андрей Сергеев. Лучшей актрисой названа участница команды потомки Пушкина – Елена Лазарева. Дипломом за лучшую шутку награждена команда сборная ЦО и ПО. Диана Котлерова, Денис Дубицкий, телерадио «Компания Заречный». Первые зимние выходные в Заречном в шестой раз выбрали «Маленькую снегурочку». Городской шоу-конкурс вернулся на сцену Дворца культуры «Современник» после двух онлайн-сезонов. В добрую новогоднюю сказку погрузились мои коллеги. Новый год еще не наступил, а во Дворце культуры «Современник» уже творятся чудеса. 14 юных зареченок учатся быть снегурочками. Чтобы стать волшебницами, претенденткам нужно пройти испытание конкурса «Маленькая снегурочка-2022». Нежное дефиле, творческий номер, украшение елочки. Один волочка музыкальная, каждая волочка, оригинальная, чуть смакнула ножками, песнь реализации звуковая. Городской шоу-конкурс «Маленькая снегурочка» состоялся в Заречном уже в шестой раз. Два последних года из-за пандемических ограничений финал состязания проходил дистанционно. В 2022-м яркий праздник вновь вернулся на главную сцену города. Впервые в истории конкурса «Снегурочкой» могли стать и взрослые, те, кто уже вырос, но продолжают верить в сказку. В новой номинации «Мама Снегурочка» участвовало 8 очаровательных девушек. Они подарили зрителям новогоднюю песню. Они тоже помощницы, такие же, как и маленькие снегурочки в новом году. Вот они и творят волшебство. Снегурочкой быть трепетно, волшебно, волнующе. Любой маме хочется быть снегурочкой для своих детей, для своей семьи. Поддержка, опора, забота. Вечный праздник в доме. В первую очередь я начала заниматься в этом конкурсе участием для того, чтобы поддержать свою дочь. Дружеская атмосфера праздника помогла и взрослым, и юным участницам показать себя во всей красе. По решению Снежного совета жюри конкурса все претендентки на звание внучки Деда Мороза стали снегурочками в своих номинациях. Девочкам подарили призы, памятные ленты и дипломы. А почетное звание «Маленькая снегурочка-2022» присвоено Злате Подольской. Диана Котлерова, Вячеслав Хюртаев, телерадио, компания «Заречный». Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Союз» приняли участие в региональной эстафете по плаванию на призы губернатора Пензенской области. Соревнования проходили в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в селе Засечное Пензенского района. В состязаниях приняли участие 350 спортсменов старше 14 лет из всех муниципальных образований области. Участники соревновались в эстафетах 6 на 50, 8 на 50 вольным стилем и в смешанной кролевой эстафете 12 по 50 метров. Победа в общекомандном зачете складывалась по сумме трех дисциплин. По традиции сборные, участвующие в губернаторской эстафете, делятся на три группы по численности населения муниципальных районов и городов, которые они представляют. По итогам всех заплывов команда Заречного заняла второе место в своей группе. Через несколько минут мы вернемся в студию для того, чтобы обсудить развитие волонтерского движения на производственном объединении «Старт». Встречаемся сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Госкорпорация «Росатом» отмечает 15-летний юбилей. Атомный ледокол «Урал» вышел в первый рабочий рейс. На «Атом-Маше» провели закалку днища реактора для четвертого энергоблока АЭС «Аккую». Смотрите в среду в 20.00. Новости на канале «Заречный» продолжаются. У нас по традиции время встречи с гостем. И сегодня я приветствую в нашей студии сотрудницу производственного объединения «Старт». Активистку волонтерского движения на градообразующем предприятии Наталью Латышеву. Добрый вечер, Наталья. Здравствуйте. Итак, Наталья, сегодня Международный день волонтеров. И вы, помимо своей основной производственной деятельности, вы очень активно участвуете во всевозможных волонтерских проектах. И давайте начнем с того, что вас побуждает отрываться от рабочих дел, отрываться от каких-то личных дел и свое время посвящать именно волонтерской деятельности. Ну, в первую очередь это помочь, по возможности помочь тем, кто нуждается в какой-то помощи. То есть, так сказать, с душевных побуждений, именно чтобы помочь людям, а не только людям. Как давно вы включились вот в такую волонтерскую деятельность? Ну, конкретно, чтобы вот именно волонтерская деятельность. То есть, ну, на заводе это где-то примерно движение такое пошло. Ну, вот с началом пандемии, скажем так, наверное, в связи со ситуацией, с происходящим везде. Ну, что нужна будет какая-то адресная помощь, например, хотя бы даже взять ветеранов-пенсионеров, которые были вынуждены находиться дома. Наталья, сотрудники производственного объединения «Старт» участвуют и в городских волонтерских проектах, и в то же время и на градообразующем предприятии существуют свои волонтерские проекты. Вот давайте начнем с них. Какие именно вот такие добровольческие инициативы существуют у вас на предприятии? Ну, администрация завода в союзе с профсоюзом, ну, наверное, как бы решили, приняли решение в трудное время пандемии. Да, как-то не забыть о наших ветеранах-пенсионерах, и организовали продуктовые наборы, которые мы, как помощники, так скажем, разносили нашим пенсионерам-ветеранам по домам. Наталья, ну, помимо этого, ведь, в общем-то, можно сказать, что такое движение добровольческое, оно зародилось гораздо раньше на предприятии. Ведь, например, у вас стало уже много лет доброй традицией проводить ярмарки благотворительные. Ну да, ну, как бы я имею в виду именно вот как, скажем так, ну, в моем понимании волонтерское движение. То есть кинули кличи о том, что кто хотел бы, скажем так, поучаствовать. Да, а так, в принципе, да, у нас ежегодно проходят благотворительные ярмарки, и не только ярмарки. Вот в связи как раз с тем, что была пандемия, не было два года. Да, два года благотворительный спектакль силами заводчан наших организуется, вот, который тоже, так скажем, можно сказать, как волонтерская деятельность. То есть для того, чтобы помочь деткам в сборе средств. И, насколько мне известно, вы помогаете не только зареченским ребятишкам, но помогаете и детям, которые вот в детских домах, например. Да, 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 у нас подшефный Наровчатский детский дом ежегодно, да, к первому сентября, к Новому году есть инициативная группа, которая занимается именно сбором. То есть рассылают, скажем так, письма о том, чтобы, если есть у кого подразделение, у цехов, желание помочь, так скажем, устроить детям праздник, то есть в сборе средств для этого. Потом целенаправленно закупают, то есть также делают какие-то, скажем так, представления к новогоднему, чтобы было не только материальное какое-то, но и эмоциональное составляющее для детишек. В этом году тоже готовятся уже какие-то? Да, конечно, обязательно будут. Сотрудники городообразующего предприятия участвуют и в городских проектах, да, вот и волонтерских, добровольческих. Вот, в частности, сейчас, наверное, вы уже тоже включились в проект «Чудо в каждый дом», да, водогородской проект? Ну да, изготовление снеговичков, да, мы сделаем. Наталья, насколько охотно отзываются заводчане, которые не являются, скажем так, активистами волонтерского движения, на ваши призывы помочь, что-то сделать, там, собрать какие-то средства? Ну, как по мне, так очень много неравнодушных людей работает на производстве. Та же самая ярмарка показывает, как раз, когда видно, что, ну, то есть не просто там кто-то собрал там подразделение, деньги или что-то, а люди сами что-то готовят, что-то пекут, что-то там вяжут своими руками, что-то изобретают. Это все продается, и все денежки эти собираются, то есть, как бы, деткам. И, то есть, ну, очень, так скажем, вот как раз ярмарка добра, она показывает массовость того, что люди неравнодушны. А непосредственно людей, которые являются организаторами вот всего этого движения, много таких активистов у вас? Ну, как бы, да, есть. Есть, ну, в основном исходят инициативы, наверное, от Совета молодых работников, потому что это такая все-таки более сплоченная группа молодых людей. Но и в то же время, скажем так, Идру. Как сказать, да, что я уже не совсем 35 лет. Нет, ну, сейчас молодые до 40 уже, так что можно. Ну, так, по возрасту до 44 даже. Вот, ну, как бы, да, больше инициативная группа – это именно молодежь. То есть, ну, у них, наверное, больше энергии, желания, что-то новое, что-то продвигать, идей больше. Вот, но, скажем так, и более старшее поколение тоже активно участвует, принимает участие. Ну, мне кажется, возраста нет у добрых людей. Если человек добр, если человек хочет помочь и как-то поучаствовать в какой-то благотворительной деятельности, то всегда рады людям таким. Помимо вот сейчас новогодних каких-то, есть уже что-то в идеях, в проектах, что еще можно сделать? Ну, как бы вот из-за пандемии два года не было спектакля благотворительного. Но, ну, надеюсь, что все-таки, скажем так, наш идейный вдохновитель, сценарист и режиссер Светлана Егорова что-то соберет, сплочит новый коллектив. То есть, конечно, всегда радостно видеть, когда новые лица появляются в каких-то вот таких мероприятиях. И что благотворительный спектакль в следующем году все-таки осуществится. Как, скажем так, руководство всех уровней и подразделений и руководство предприятия относится вот к таким инициативам? Потому что, ну, наверное, все-таки, как бы не старались волонтеры заниматься благотворительной такой деятельностью во вне рабочее время, но все равно, наверное, как-то это влияет. И иногда приходится там с работы отпроситься. Вот как относится к таким инициативам у вас? Вполне отлично, можно сказать. То есть, поддержка со стороны руководства есть в этом однозначно. То есть, уж точно препятствий никаких не создают, потому что это во благо, это благое дело, это помощь, это, ну, как бы, я думаю, что на всех уровнях подразделений, цехов, начальники поддерживают. Да, то есть, ну, непосредственно со всеми я не общалась, но то, что люди из разных подразделений, цехов и участвуют в этом деле, то я думаю, что препятствий они не ставят. Наталья, ну, и последнее, вот смотрите, конечно, тем людям, которым вы приходите, для которых вы делаете вот эти добрые дела, это приятно, да, вы сказали, эмоциональный какой-то отклик. Для вас это вот что дает, какие эмоции вызывает, вот что это вам дает как волонтеру, как человеку, делающему добрые дела? Ну, как сказать, ну, радость от того, что можешь помочь в чем-то, можешь создать более благоприятные условия какие-то для другого человека. Принятие, например, даже если в городских каких-то там пуборки, территории различных, это же тоже приятно, когда ты идешь и видишь, что наш прекрасный город, чистый и красивый, то есть это вызывает радость, какое-то вдохновение, что ли, я не знаю. Одним словом, делать добрые дела полезны и для тех, для адресата, и для человека, который делает это доброе дело. Ну да, конечно. Мне кажется, положительные эмоции каждый человек испытывает, когда знает, что сделал что-то хорошее, кому-то помог или чему-то. Или принес радость. Да, да. Ну, то есть, да, очень, ну, когда вот особенно пенсионеры, да, приходили, если, то есть, слова благодарности, это же тоже как бы, ну, не из-за этого делаешь, но, как, скажем, поощряющее, что ли. То есть, очень приятно. Вдохновляет. Да, вдохновляет. Да, 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 да. Спасибо вам, Наталья. Я вас поздравляю с вашим таким, в общем, можно сказать, профессиональным праздником, Международным Днем Волонтеров. И вам, и всем вашим соратникам я искренне желаю успехов во всех ваших добрых начинаниях. Спасибо большое. У нас в гостях была сотрудница производственного объединения «Старт» и активист волонтерского движения на градообразующем предприятии Наталья Латышева. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречный». Берегите себя и своих близких и почаще совершайте добрые дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова